Он был единственным щенком, который выжил. Меня очень бесило, когда мне говорили, ой, ты, сыночек, у тебя появился. Я говорю, понимаете, ой, люди, конечно, странные. Какой же сыночек? Это собака, вы что? Да для меня он однозначно был братишкой. В тот момент, пока Наташа не провалилась под лёд, и она пытается выбраться, и не может. Лесится, да, подниматься. Он не хотел. На следующий раз прихожу, через неделю какая-то лестница, через две, он поднимается, думаю, ух, пёс классный. Да, такой умный. Ну, умный. Бац, и поднялся. А там Наташа, оказывается, в это время, две недели с ней каждый день по лестницам ходила. Добрый день. Дамы и господа, с вами Наташа Ви. Юрий Ви. Подкасте «Сказки для грибов». Сегодня мы поговорим о потере. Грустное видео. Вот. Как и все наши видео. Да нет, не все. Хотя. Пока что все. Пока что все. Да, впрочем, как и все. Мы будем говорить о том, как мы потеряли собаку. Как мы взяли собаку. Как она появилась в нашей жизни. Как мы ее потеряли. И как мы это пережили. Если пережили. Сегодня третья годовщина со дня его пропажа. Ну, и презюм могли, так сказать, смерти. Вот. И, пожалуй, начнем рассказывать, о чем мы хотим с вами сегодня поделиться. Мы взяли его в январе 2019 года. Мы взяли его из приюта. Он был совсем маленьким шиночком. Ему было, наверное, 3-4 месяца. И за, наверное, недели-две, до того, как мы его взяли, его нашли в коробке на улице. Был январь. Был минус 20 где-то мороз в Вильнюсе той зимой. И его нашли в коробке, в которой были еще несколько мертвых щенков. Он был единственным щенком, который выжил. Вот. И, как нам рассказали, его нашел какой-то иностранец и принес в приют. Собственно, в приюте он... Он не был в приюте, когда мы его забрали. Он был на передержке, потому что у него не было вакцин. И вот где-то, наверное, недели-две он там провел. И мы его забрали. Я помню, что мы приехали его забирать. Мы приехали как бы посмотреть. Но мы, на самом деле, влюбились в него еще по фотографии. И я помню самое первое воспоминание, когда мы приехали в дом, многоквартирный дом, где жила девушка, которая держала его у себя в это время. Она открыла дверь. Он моментально оттуда вылетел и облизал мне все лицо. И с тех пор я с ним не расставалась, я помню. Мы везли его на машине, я его держала в руках. Он ужасно вонял мочой, потому что, видимо, она его не особо мыла. Он был весь блохастый, он был какой-то покусанный, в абсолютно неприглядном состоянии, но очень милый. Как и все они. Все уж там. Вот. Рассказывать историю португа-серь мы не будем. Расскажу про то, как к нему мы относились. Относились мы к нему я, в первую очередь. Скажу, как я к нему относился. Меня очень бесило, когда мне говорили, ой, ты, сыночек, у тебя появился. Я говорю, вы люди, конечно, странные. Какой же ты сыночек? Это собака. Вы что? Я никого, я никого, ничего. Ни с кем. Я не зоофил. И я относился скорее с нему как скорее как есть такой foster family. То есть мы приемный как бы отец, но не отец. То есть я о нем должен заботиться, как о ребенке, потому что он, по сути, маленький ребенок. Да? Но я к нему не относился как к ребенку, я относился к нему скорее как подросток. То есть там, не знаю, у меня вот есть сложившаяся, потому что ячейка, к нам приходит там 14-летний, там 12-летний подросток и начинает творить всякую, хаос творить. Вот. И мы должны с ним как-то ужиться, как-то его интегрировать в семью, но при этом у него есть некая независимость. Да? Я так к нему относился, что у него есть независимость. У него есть ограничения, но эти ограничения, они, как правило, для него же самого скорее. Например, там, нет, не впрягайся в драки, пизды получишь. Скорее. Такие вещи. Не ешь помжатскую курицу, блевать будешь. Да. Не ешь непонятное какое-то что-то там, можешь отравиться, и тебе же хуже будет. Мне-то что, ну сожрешь, не я же это переваривать буду, правильно? Тебе же плохо будет. Мне потом разгребать все это дерьмо, в ветеринару ехать. Вот. Но, типа, исключительно из заботы о нем. Тот скажет, очень похоже на ребенка, знаю, я так детей с их воспитываю. Но да, только если бы он был как ребенок, мы бы его гораздо больше ограничивали в свободе. Например, я с ним гулял без поводка довольно часто. Сразу скажу, дисклеймер. Это была Литва. Это было в каких-то местах не очень законно. Скорее, со словом, совсем незаконно. Например, здесь гораздо жестче. Людей без поводка гораздо меньше здесь гуляет в США. Ну, кстати, с маленькими собаками гуляют, а он был так... Гораздо меньше в пропорциональном соотношении с любыми собаками. В целом, по больнице людей, которые ходят с любыми собаками без поводка, гораздо меньше. Да, есть маленькие, но в Литве было гораздо больше. Любой, любых размер собаки могли без поводка ходить. До сих пор помню, как бегала по городу Гонча, от здоровой собак. Она хоть и поджарая, но она довольно большая все-таки. Высокая, высокая, ноги худые. Не маленькая собачка, не такса, не какой-нибудь там той терьер. Она ходила без поводка с сельхозяином. И она была суперпослушная, она просто вообще от ноги от не отлипала, я завидовал. Ну, то есть, хочу сказать, что если я был долбоебом, а я, наверное, все-таки так спустя года слегонцаем был, то я был не один такой. Это не значит, что все будут прыгать с крыши. Я буду прыгать. Значально, что культура такая. То есть, это было полунормально. Никто не применял закон до того, что, типа, кто-то сразу звонил, приезжал там какой-то участковый, ты, штраф, все, в следующий раз органы заберут у тебя собаку, там, и тебе штраф ебут, тюрьму тебя посадят. Вот. Хотел без матов в этом видео. Вот. И я относился к нему как бро. Приемному бро. Скорее, вот так я бы сказал. Он все еще от него, да не нужно было заботиться, колоссальное количество заботы уделялось ему, да, но он был бро, типа, с которым мы вместе отвисаем, нежели какое-то бремя. Иногда и из-за эти мысли мне себя, ну, типа, я подбешиваю этим, что иногда это так воспринималось, само собой, в дождь, в снег, в холодно, когда мне самому не хотелось с ним время проводить, оно нужно, да, потому что с бро ты, как бы, не всегда хочешь время проводить. Бро иногда тебя заебывает, да, но это нужно делать. Вот поэтому это смесь этого приемного ребенка и бро. но мы старались все-таки, чтобы это было бро, нежели приемный ребенок. Поэтому давали ему много свободы. Без поводка он ходил, потому что мы его воспитывали, то есть я много времени на это тратил. Это не было просто потому что он вот так вот взял и все. Мы ходили к тренеру, мы занимались в группе, и я просто постепенно интервьюзанно давал ему все больше и больше свободы. Вот. Конечно же, там не без инцидентов было, были случаи, когда он меня не слушал. Вот. Довольно неприятные случаи. Ну, возможно, сейчас бы я бы поступил по-другому. Но тогда я поступил так, как я поступил. Вот. Он получал максимальную свободу, которую мог. А я помню, что для меня он однозначно был братишкой. братишка, братишка, братишка. Прямо вот я себе представляла, знаешь, как будто я в детстве, я помню, еще всегда хотела типа братика или сестренка, у меня не было сиблингов. И вот собака была, знаешь, да, каким-то, наверное, три вот таких вот смысла я вкладывала в него, что это вот братишка, приемный братишка, член семьи. Второе, это то, что мне, в принципе, нравится преподавать, мне нравится учить, я там периодически, мне нравится работать с подростками в том числе. Он был вот как раз подростком, которого надо учить чему-то. И очень прикольно, когда собака, допустим, когда у него начинает получаться, когда ты его учишь правильно, так как нужно воспитывать собаку, и у него появляется интерес, и у него появляется вот это, знаешь, азарт. Когда ты даешь ему команду, он, если понимать, если это довольно челленджен для него задача, с другой стороны, он примерно понимает, что нужно делать, у него появляется азарт это правильно сделать. И я помню самое вот то, что у меня до сих пор прям в памяти о нем, первое, что я вспоминаю, это вот этот взгляд, знаешь, когда собака делает какую-то команду, он знает, что он ее сделал, он ее выучил, он знает, что он ее сделал, но он сидит и смотрит пронзительно мне в глаза, и я в тот момент, знаешь, чувствовала, такую власть над этим существом, которое меня пугало, меня ужасно пугало, вот это, то, что, как бы, он ждет, что я ему кивну, он ждет моего подтверждения, то есть он знает, что он сделал правильно, но если я ему скажу нет, он будет мне полностью доверять. И вот, я этого не знал. Да, и вот когда, меня реально пугало, что существо какое-то может мне настолько доверять, знаешь, вот в тот момент я, наверное, осознала, что, вот как, знаешь, там люди говорят, что слова могут ранить или поступки другого человека могут ранить, а человек может это сделать случайно, нехотя. Вот собака прям мне подчеркивала это, знаешь, когда вот, я понимаю, что вот сейчас, если я сделаю, ну, типа, если я не кивну, то я могу нанести травму этому существу, потому что у него будет абсолютный диссонанс между тем, что он знает, что он сделал правильно, я ему говорю нет и он будет верить мне. Вот. Ну. Окей. Окей. Нервный смешок. Вот. Но, да, вот я прям помню, что меня это немножко в тот момент испугало, но в то же время я прям испытывала безумную любовь к нему в этот момент. И третье... И третье, это то, что в тот момент мы как раз начали заниматься психотерапией незадолго после того, как мы его взяли, и я узнала, что у меня ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, и я видела ПТСР в собаке, потому что он... Потому что ты видела ПТСР везде, куда не взглянешь, везде ПТСР. Возможно. А возможно еще, потому что он был очень пугливым после... Ну, то есть видно, что с ним что-то происходило, не только то, что он замерзал на улице в коробке, но, видимо, его били люди, или... Он почему-то боялся лестницы, я не знаю, может кто-то его спустил с лестницы. Вот. И... Она решила пожестить. Для всего, для зрителей. И... Я постепенно видела, как я излечиваю свое ПТСР, и я немножко транслировала то, что я делала на собаку. И я видела, как у него постепенно излечивается его ПТСР. То есть вот, допустим, с этими лестницами, как, я не знаю, мне кажется, месяца три-четыре у нас ушло, но через четыре месяца он вообще не боялся лестниц. И я помню, что, да, вот это вот было прям третье то, из-за чего я чувствовала, что прям, знаешь, такая родственная душа. Ну, я еще удивлялся, у меня тоже, само собой, я с ним занимался всякими вещами, тренировками и прочее, я с ним, типа, лестница, да, подниматься. Он не хотел. На следующий раз прихожу, там, через неделю какая-то лестница, через две, он поднимается, думаю, вот пес классный. Да, такой умный. Ну, такой умный. Бац, и поднялся. А там Наташа, оказывается, вот во время, там, две недели с ней каждый день по лестницам ходила. Я такой думаю, какой классный пес. Сосхватывает на лету. Вот. Ну да. Вот, и, да, куча вещей там. Я его учил различать разницу между голубями, воронами и утками. То есть, он знал команду ворона. И утка, и голубь. Он знал разницу между птицами. То есть, он знал, куда смотреть. То есть, если у ворона, то он там на какой-то определенной высоту начал искать, что такое там, дерево. Голубь это внизу где-то. А если утка, то к водоемам начал искать, как с ними взаимодействовать. Ну, то есть, взаимодействовать, бежать и гавкать. Вот. Мерзко довольно. Мерзко. Ну, да и оставить. Ну, сейчас я смотрю, вот тут приходишь, например, в какое-нибудь место, где дикие животные есть. И там такая огромная на английском надпись. оставьте животных в покое со своими собаками. Во-первых, собак без поводка нельзя, а во-вторых, оставьте животных в покое, блядь. Вот. Красными большими английскими буквами написано. Ну, что сказать, варвары. Ну да, мне немножко стыдно стало в последний раз, когда я увидела это. Да? Поэтому говорю, если бы что-то можно поменять, и здесь я бы вел себя по-другому. Но, знаете, блядь, жизнь, она разная. Разная. И так мы подошли к моменту, что одним прекрасным днем он... Он потерялся. Да. Он у нас убежал, охотясь за этими самыми лупками. И мы не проконтролировать ситуацию. Среагировали достаточно поздно, но пришли мы к консенсусу то, что мы виноваты оба. Он умер 21 февраля 2021 года. Был конец и мы, было еще довольно холодно. Мы гуляли с ним вдоль реки, и он бегал по самой реке по льду. И, да, мы не проконтролировали ситуацию. Мы в конце пришли к выводу, что это была вина над обоих. Мы стали видеть, что на реке есть проруби. Не, не проруби. В силу того, что это был февраль, лед начал таять. Нам показалось, что лед еще стоит. Все нормально было. К тому моменту, когда мы заметили, что лед не очень, он уже так вот бежал на какое-то количество метров от нас. И мы уже думали сворачивать все это, звать его обратно и все такое. Маленький дисклеймер. Мы довольно часто с ним ходили по льду, когда все замерзало. Все втроем. Я с ним вдвоем. Он знал, что это такое. Я знал, что это такое. Риски были относительно взвешены. Ему очень весело там было. Со стороны звучит, как полный ебантилизм. Сейчас, если бы я сам себя послушал, я бы подумал, какой же идиот. Но в тот момент в жизни мне казалось, это очень здорово и круто. Может называть это безответственностью, но я знаю точно, что я о нем думал и переживал, когда он живой был, круглые сутки. Заботился о нем, о его безопасности, обо всем. Хотя со стороны может показаться, что мне вообще похуй было. Но это неправда. Заботился о безопасности капитально. По каждому чиху мы с ним все обследовал, теретеринарку, прям все. Просто я считал это достаточно веселым. Он получал невероятное удовольствие находясь на льду и в снегу. Да? Ему просто по кайфу было. И у меня не хватало решимости отказывать ему в этом. И всегда было нормально, а в тот момент было ненормально. И было бы нормально, и все было бы нормально, если бы не с течением обстоятельств. А с течением обстоятельств то, что попалась очень хитрая утка. Банально, просто очень хитрая утка. То есть мы его зовем, он возвращается обратно и тут увидел утку. А эта утка, вместо того, чтобы просто взять и улететь, она решила полететь низко-низко вдоль реки. То есть как бы играя с ним или просто издеваясь, или просто ей делать больше нехуй было. Но она решила лететь вдоль реки, остановиться и опять дальше так делать. и в какой-то момент он набрался храбрости и подумал, что он сможет с уткой что сделать и не рассчитал и свалился в воду. Вода холодная. И мы это увидели, и мы уже начали активно что-то делать с ним, отзывать его. Но с того, что он получил прилив адреналина от холодной воды, он решил с этой уткой разобраться. И река делала поворот, и он побежал за поворот реки, потерялся из виду и больше мы его никогда не видели. Мы добежали до поворота реки, мы не смогли это быстро сделать, потому что там была слякоть и гололёт, и холм. Быстро забраться не получилось. С того момента, когда мы повернулись, он и потерялся из виду, потому что деревья блокировали вид. Единственное, что мы успели сделать, это вернуться обратно к месту, где он пробрался на лёд, и пойти вдоль реки за ним. Мы прошли какое-то значительное расстояние и поняли, что там много собачьих следов людских было, мы не единственные были, кто этим занимался. И сложно было идентифицировать его. Что и как. На самой реке. На самой реке. На самой реке на льду. Вдоль берега. Мы увидели то, что какие-то собачьи следы уходят обратно на берег и начали искать вдоль берега. Не смогли его найти. Потом решили, я решил обратно пойти на лёд и искать. И мы прошли какое-то значительное расстояние вдоль берега до того момента, пока мы шли, шли, искали, искали, прошло там значительное время. Мы уже спрашивали других людей. Короче, мы несколько часов искали. Часа, наверное, два или три. До того момента, пока Наташа не провалилась под лёд и она пытается выбраться и не может. А я был достаточно далеко и я просто не успеваю к ней добраться. Мне нужно бежать, сломя голову, что довольно опасно на этом льду, учить в каком состоянии. То есть мне нужно саму не провалиться. и я бегу и понимаю, что Наташа пытается выбраться, лёд провалится, пытается выбраться, лёд проваливается, пытается выбраться, лёд проваливается и передо мной происходит дубль два какой-то несчастья. Вот. Слабого, как видите, Наташа выбралась, но она была нас промокшая, перепуганная. Я понял, что поиски надо сворачивать, но надо не заботиться сейчас, потому что она не в состоянии что-либо сейчас продолжать. Мокрая насквозь. Был достаточно холодно. Вот. Да, я помню, что в тот момент мы шли по этой реке, нам постоянно кто-то кричал с берега, типа, хер ли вы делаете, возвращаетесь обратно, там, лёд тонкий. Ну, резонно. Резонно, да, резонно. Я помню, что мне в тот момент вообще похер было. Вот так, как я провалилась под лёд, у меня была задача найти собаку, у меня вообще срать было. Вот, то есть я шла, я с этими людьми разговаривала, спрашивала, увидели собаку? Нет, всё, я уходила дальше, мне было насрать, что они там дальше говорили вслед и прочее. Да, и потом я провалилась под воду и было страшно, да, потому что вот это вот чувство, когда под тобой проваливается лёд, я уже вполне себе представляла, как я, ну, как меня уносит течением под лёд и что, как бы, это очень вероятно смертельный случай. Я помню, что я думала о том, что, возможно, моя собака только что умерла так же и мне просто это сводило с ума в тот момент, когда я пыталась выбраться в животный страх и мысли о том, что собака умерла так же. И я помню, что через неделю после этого мы прочитали в газете о том, что точно такая же ситуация случилась с другой семьёй. Случилась она на следующий день после нас? Нет, она случилась на следующей неделе. Случилась она через какое-то время достаточно короткое после нас, а узнали мы об этом через какое-то время? Ну, допустим, да. И там как раз там умерла собака, причём там умерла собака на их глазах, её унесло под лёд, и парень полез её спасать, и его тоже унесло под лёд, и потом девушка полезла их спасать, и вот её вытащили, а собака и парень умерли. И довольно жёстко это было читать на следующей неделе после того, как мы так потеряли собаку. Я помню, что у меня очень часто после этого были сны об этой собаке, которая подо льдом бьётся мордой об лёд с обратной стороны и захлёбывается. Либо что я, либо что это со мной происходит, либо что это с собакой происходит. Ну, а вы теперь спрашиваете, почему мы крипы, и говорим ли мы о зрителях, что зрители крипы, и для кого эти сказки, правильно? Да. Ну, как видите, на своём канале мы пытаемся быть откровенными, и никто не говорит, что мы идеальные люди, которые в истории Саксесса все там суперпоступки совершают, не говоря уже о комментариях под наташными шортсами, о домогательстве в женской коллективе и прочем всяких таких вещах. Так что, да, мы не идеальные люди и совершали свой пак ошибок, хотя у нас было, как говорят американцы, «Heart in the right place». Сердце было в нужном месте. Ну да. Да. И в прошлом, первый год, на первую годовщину я написал песню, она есть в Наташином Инстаграме, по-моему, или в моём Инстаграме. В чём-то Инстаграме она есть. Вот. И здесь ссылка на Инстаграм, на соцсетях, на соцсетях. Я могу оставить в описании. Ничего. Как раз буду. Вот. И к этому году я тоже написал песню. Почему нет? Потому что подумал я. Вот. И всё, я, конечно, не буду играть, потому что это три минуты. Может быть, и не стоит, но ссылочка будет в описании. Слово по гитару я посвятил ему. гитара довольно недорогая. Вот. Учитывая, конечно, клёво, но это одна из тех первых гитар, которые у меня были. Я решил её оставить, не продавать, ничего с ней делать, не отдавать никому. как некий, некая память в честь попавшей собаки. А здесь его жетон висит, который я ему сделал, запасной жетончик с его изображением, надписью и моим китовским телефоном. Здесь гравировка, я не знаю, видно ли зрителям будет на камеру, но, да, здесь гравировка его лица на гитаре. Я лежу в снегу, мои слёзы таят. Расставляя следы твои, твои, и я никак не найду, я ищу тебя, твою, весь снег и 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 ты где-то там, 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 там, И… да. Я помню, что когда он пропал, нам очень повезло, что у нас была психотерапевтка в тот момент. И очень хорошая психотерапевтка, которая нас безумно поддерживала. И я знаю, что на самом деле Многие пары, когда они переживают Потерю, они могут Либо сближаться Либо наоборот очень сильно ругаться Потому что люди переживают потерю по-разному Я помню, особенно первую неделю Я не могла первую неделю Принять, что он умер Я говорила себе Что он жив И причем я точно для себя сразу решила Что я дам себе Неделю Первую неделю я не буду ни секунды сомневаться В том, что он жив И буду искать его, как будто он жив И я поставила себе срок Что через неделю я начну принимать его смерть Но первую неделю я абсолютно не готова была это делать А Юра, это человек, который переживает Потерю Сразу формирует для себя критические сценарии То есть Юра сразу говорил о том Что вполне вероятно Он мертв, скорее всего он умер И так далее И я помню, что, честно, без психотерапевта Я бы это не вынесла Потому что вот наличие рядом человека Который говорит для меня абсолютно невыносимые вещи Ну, мне было сложно находиться То есть я помню, что я Ну, вот тоже такой психотерапевтический момент Я просто выстраивала между собой стену От тебя Когда ты начинал говорить о том, что собака мертва Просто я представляла, что передо мной стена Твои слова ударяются в стену Это твои слова На меня они никак не влияют Я думаю, что собака жива Вот Но при этом, да, мы проходили в тот момент Несколько сессий у нас было прям вместе Когда мы оба говорили, что мы чувствуем Когда мы оба рыдали в захлёб И это действительно очень помогло Потому что первую неделю мы очень активно его искали Мы развешивали везде объявления В смысле первую неделю? Первую неделю мы практически с утра до вечера Только этим и занимались Я помню, что я взяла неделю отпуска тогда Я вообще не работала Мы с утра распечатывали эти объявления Ехали его искать В середине дня, возможно, допечатывали эти объявления Дальше ехали его искать Расклеивали везде объявления вот прям первую неделю это было нон-стопом, мы искали собаку, мы ничего больше не делали. Мы искали активно его два месяца. Просто первую неделю было до изнеможения. Мы сделали все, что могли в первую неделю и все, что люди могут сделать в первую неделю. Из того, что мы могли найти. Что делать, когда в твоей стране пропала собака, в твоем городе, точнее. Не в твоем стране, а в твоем городе. Что нужно делать, когда пропала собака. На чек-лист мы его выполнили. по сути. Ну да, мы писали в группы разные, мы расклеили обувени, мы ходили, разговаривали с людьми. Ну, не будем рассказывать, просто вот объективно был чек-лист. Мы до того, что подошли и все из чек-листа выполнили. Потом нам приходило там новый экшен-итем в туду-лист, мы его делали. Просто потом они закончились. Нет смысла ездить на одни и те же места расклеить обувени, потому что оно уже висит. Вот. Мы расширяли зоны поиска, мы расширяли соцсети, потом мы расширяли города, то есть была идея поехать там, нам рассказывали, что одна собака нашлась в другом городе, которая два часа езды на машине был. Как она там оказалась, неизвестно, но мы расширяли. Очень похожая собака была, прям максимально похожая. Нет, рассказывали про истории, в принципе, что вы не переживайте, вот моя собака в другом городе нашлась. Да, 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 были люди, которые не рассказали. Нам рассказывали, что собак похищали, потому что, ну, по разным причинам. Увозили к себе на дачу, в другой, ну, далеко от города. В общем, мы сделали все, что смогли, с нашей стороны. Вот. То есть, во-первых, потеря нас не отдалила, сблизила, и мы делали все, что могли несколько месяцев. И потом еще, после перереза США, я сказал Наташу, что мы еще год телефон подержим по будням оплатив счета за телефон и с активной сим-карты в телефоне, телефон, который просто там лежит, и, ну, типа, вдруг кто-то позвонит. Вот. То есть, настолько мы это dedicated были. Вот. Я больше уверен, что если все случилось, я бы поехал забирать, билет был день-день, ближайшую дату, поехал забирать, оформлять все документы и прочее, чтобы перевезти обратно в США. Вот. Да, хотела рассказать все-таки вот эту криповую историю про то, как нам показалось, что наша собака нашлась в другом городе. Я случайно на каком-то форуме... Нет, точнее, даже нет. Меня кто-то прислал. Мы просто... Там чуть ли не каждый день прислали. Да, да. Там из-за того, что я постоянно постила, были люди, которые очень сильно сочувствовали и тоже пытались нам помогать. Постоянно что-то скидывали. И мне скинули фотку, прям действительно вылитый наш пес, но она очень темная. И, ну, не сильно было похоже ни размер собаки, ничего. Оказалось, что эта собака была значительно больше. Но на фото прям он выглядел очень похоже. И плюс там было достаточно много кровищи, было сложно понять. Да, собака была в крови, и она нашлась в какой-то деревне за там сто с лишним километров от Вильнюса. И самое криповое было, что я начала туда звонить, и они мне сначала говорили, да, да, конечно, приезжайте, смотрите собаку. Типа, мы ее нашли, все. И это было ночью. Это было ночью. И с утра я им звоню, говорю, все, мы собираемся, мы едем, типа, будем у вас там через пару часов. Они говорят, нет, это не ваша собака. Я такая в смысле. Они такие, мы знаем, это не ваша собака. И все. И перестают мне отвечать. И знаешь, я такая, типа, what the fuck? Я говорю, типа, можно мы подъедем и посмотрим? Такие, нет, все, мы точно знаем, это не ваша собака. Типа, все, отвали. Я говорю, можно мне хотя бы еще одно фото прислать? И они вот, в общем, отмораживались по полной программе. Я помню, что только там через несколько дней мне прислали это фото. Ну, действительно, оказалось, не наша собака. Оказалось, что они нашли хозяина. Но настолько вот это вот неожиданно было, что они отморозились. Ну, паранойя началась. Да, что у нас реально началась паранойя, что они просто не хотят нам отдавать нашу собаку. Нет, там даже не то, что... На самом деле там даже не фото было дело, а другие детали. То есть они вообще отказняк. Ничего. Да. Просто вообще не разговариваем с вами никак. Это не ваша собака. И после одного ответа, не ваша собака, на все остальное полный игнор. Очень странно. Да. Вот. И не знаю. И таких историй было до хера. Криповых историй. Там. Вплоть до того, что дети нашли собаку, которая даже не рядом не похожа была на нашу. Они просто увидели, что там было объявление за щедрое вознаграждение. Вот. И они решили, что мы приедем, дадим им просто денег. За хорошую работу. Не за хорошую работу, а за попытку. Но когда я увидел, что собаку вообще на нас не похожа, а они стоят, никуда не ходят и смотрят на меня, типа, мол, дядя, будет ли продолжение, мне хотелось каждого из них уебать спинка. Всех троих девочек. Так мало того, что они нас пытались развести на деньги, так они еще толкерили пожилую женщину. То есть женщина просто гуляла со своей собакой, вообще не похожей на нашу. Другая порода. Другой размер. Она была девочкой, по-моему, даже. То есть вообще, ну, по нулям просто все. Да, и женщина ушла к себе домой, в подъезд. Она жила на первом этаже, они просто стояли, эти подростки у нее под окнами. И эта несчастная бабушка, они ее чуть, ну, я не знаю, они удивляли. Ну, она держалась, но ей было не очень приятно. Подростка хотелась мне уебать. Я так себя чувствовал, но, да, держался. А потом, я помню, да, Юра говорит, что мы еще оставляли телефоны включенными, когда приехали в Америку. Но на самом деле, прямо перед нашим отъездом, за, наверное, может быть, неделю до того, как мы уже уезжали в Америку, мы собрались с нашими друзьями. У нас там была пара американцев из Техаса, которые переехали в Литву, Кек, на постоянное место жительства. Поменялись. Да, мы поменялись с ними. Только не в Техас. Да. И вот мы взяли ребят, мы взяли остатки его вещей, потому что основную часть вещей мы отвезли в приюты. Не остатки вещей, документы. Да, документы, вот эти вот остатки объявлений, и какие-то мелкие... Ну, paper war. В смысле, не одежды ужгли. Да, да, да. Такие вещи мы отвезли в приюты. И да, мы там на реке. Уже лето было, уже было тепло. Мы жгли это в ведре. И Юра тогда написал свою самую первую песню про него. Я помню, что он этой песни мне нахрен всю душу разрывал, пока мы еще жили в Литве. И он постоянно ее репетировал. Но в продлился ради песен была не одна. Песен было много. Просто это была ту, которую я спел. Песню-то я написал там довольно прилично. Ну да, и... Да, и, да, и, собственно, потеря собаки сильно, сильно... Я прогрессировал с творчеством из-за того, чтобы я... Музыка могла справляться со всеми эмоциями, которые я испытывал. Я очень много писал музыки. Развивался. Волос там... Ну, в общем, много всего. А я только теряла вес и заработала себе аминарию. Я потеряла килограмма 4-5, наверное. Я весила... А я набрал килограмм 10. Вот. Не, набрал ты, кстати, позже. Да. Да. Да, я помню, что... Я весила 48-47-48 килограмм. К нам уезжали из Литвы. Когда мы приехали в Америку, я весила 45. Это было прям совсем очень-очень нездорово. Ну да, не очень как-то. Да. Полтора года ушла на то, чтобы восстановиться после этого. Но, да. Что мы имеем в сухом остатке? Я не хочу... Мне говорили, заведи новую собаку, станет легче. Я вот думал, что мне хотел встретить таким людям. Вот у тебя умрет ребенок, иди под... Выбери жену. И родите себе уже нового ребенка, и мозги себе не родите. В чем проблема вообще? Я ничего не понимаю. Что такого? В средневековье они умерли, как мухи эти дети. Что к ним-то привязываться? Вот. Для меня Зигинь типа никогда не был просто собакой. Он был скорее, вот как я уже говорил, фостер-братишка. Мне все еще хотелось бы, чтобы у меня был мой пес. Конкретный Зиги. И когда-нибудь, наверное, я буду готов, но просто не сейчас. Собака это огромное обязательство, да? Я через него прошел, и я наделал и хорошего, и плохого, да? И не уверен, что когда-нибудь в жизни я вообще бы возможно бы и хотел заново пройти. Потому что собака опять умрет. И тебе опять нужно проходить. И умереть можно по разным причинам. Я это так сложно переносил, да? Я не думаю, что второй раз будет значительно легче. Честно, это не типа как на бутылку сесть. Один раз сложно, а потом привыкаешь. Нет, это сложнее гораздо. Не уверен, что это моя тема, мой джем. Вот. Как-то так. Что ты думаешь по поводу собаки? Я на самом деле думаю по поводу новой собаки, что я не очень хочу собаку. Мы с самого начала, когда мы заводили собаку, мы не то чтобы были очень к этому готовы. Потому что это действительно огромное обязательство. Это вот то, что тебе нужно гулять там в дождь и в снег и в любую погоду. Это то, что каждый раз, когда ты куда-то уезжаешь, ну мы ее оставляли в типа собачьем отеле, но я переживала каждый раз за него, потому что, ну там ему грустно и прочее. В этом собачьем отеле не всегда есть места, если оказывается, что там нет мест, ты вообще не понимаешь, что тебе делать. И это вот куча таких обязательств, которым я не факт, что готова. И если бы был Зиги, я бы действительно все, что угодно бы для него сделала. Но новая собака, не знаю. И чтобы вы понимали, может мне верить или нет, типа я здесь не для того, чтобы вас убеждать, в конце концов, я хоть очередняра из интернета, но если бы мне сказали, Юрий, вот ты получаешь грин-карту точно в США, да, или собаку обратно на тот момент, да, или уже прошло достаточно много времени, прежде чем мы переехали, да, сколько-то месяцев, да, или там, вот, 4 месяца. Сказали тебе, Юра, вот, вернем собаку, но ты не поедешь в США. Лично я для себя, я не хочу узнавать твое мнение, потому что, ну что ты скажешь, я бы сказал, что нахуй, это все ваше США, и дайте мне, пожалуйста, моего бро обратно, потому что бро один, а стран хороших много, и Германия тоже ничего. А я помню, что мне стыдно было, я не склонна вообще к магическому мышлению ни в каких случаях, но в тот момент я помню, что, ну, как раз мы собирались переезжать в Америку, и я много думала о том, как сложно будет перевозить собаку, не в плане то, что это дорого, или там, как-то сложно, а то, что ему будет это очень тяжело, то, что если он проснется в этом багаже, ну, он был уже достаточно увесистый, чтобы его нельзя было взять в салон, и, да, я вот этого очень боялась, и меня прям тревожило это. И если бы я один был, опять же, если я был один, я уже был уверен, что я с ним поплыву просто. Тупо, я с ним просто буду плыть на ебучем корабле, как на Титанике. Вот. Ну, то я знал, что против-против была, но если кто меня спросил, я бы с ним доехал на поезде до корабля, даже с Атлантического, сел бы на корабль и поплыл. Хер бы знает, сколько времени. Потом бы, если бы поехал в США, какой-нибудь там порт, типа, аля, Нью-Йорк или во Флориде, сел бы на машину и с ним почесал бы туда. Ну, то есть, у меня был фул коммитмент. Типа, я еще не начал делать, потому что нам не знали, когда получим увезу или нет. Вот. Когда он потерялся. Умер. Вот. Но, был уверен, что я вот прям, Наташа просто потерялась, честно, она ей стыдно была, но все эти вот двухнедельные непонятно какое-то, ей было уже не очень хотелось. Вот. Но я прям все, типа, мы поедем, короче. Ну, да. Не, я вовлекаться в это не хотела, хотела просто полететь на самолете, но... Думал ее отправить одну, а сам, типа, с ним допустить. Да. Но я помню, что мне было прям очень стыдно, когда он пропал, потому что я думала, что, блин, как сложно перевозить собаку, и тут вот как удобно, собаки больше нету. Но я говорю, я не склонна к магическому мышлению, не думаю, что это как-то как-либо связано, но чувство вины у меня, на самом деле, до сих пор осталось за эти мысли. Вот. Вот такая история. Да. Спасибо большое вам за внимание. Увидимся в следующих эпизодах. Да. Видео, ссылки и все остальное в описании. Если у вас пропала собака недавно, или есть какие-то вопросы к нам, или еще что, пишите в комментариях, пообщаемся. Хорошего вам остатка дня. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok